Все равно, когда проходят чередою, И становятся короче жизни путь, Не пора ли мне с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть? Все, что было, все, что ныло, Все давным-давно уплыло, ныло, ныло. В нашу студию приходят заслуженные педагоги, известные музыканты, Покорявшие самые большие сцены, а также известные журналисты, И вспоминают все, что было. Здравствуйте, дорогие друзья! Надо немножечко объяснить, что здесь сегодня происходит, И почему с вами ведущий Андрей Мамошин, И мы сегодня за этим прекрасным столом, И кто, наконец-таки, наш сегодняшний гость. Для многих это будет, на самом деле, Наверное, огромнейшим откровением этого человека. Не буду долго томить. У нас в гостях журналист, телеведущий Алексей Константинович Хатиновский. Здравствуйте! Привет, дорогой! Очень приятно сегодня с вами общаться. И на самом-то деле для молодых начинающих журналистов Это большая честь с вами встретиться, Побеседовать за этим круглым столом и попить чай. Попьем обязательно, конечно. Конечно. Вообще такое ощущение, я вот сейчас попытался сравнить. С чем можно сравнить себя на месте гостя? Я бы, наверное, сравнил бы это с хирургом, Который вот ложится на операционный стол, Его сейчас будут оперировать, И он советы дает этому молодому хирургу, Как надо резать. Какое-то не совсем обычное ощущение. Где вам удобнее вообще? На месте ведущего сегодня? Конечно. Сегодня расслабьтесь, пейте чай. Хорошо, хорошо. Ну, в первую очередь, перед тем, как мы посмотрим вашу визитку, Которую мы подготовили для вас, посмотрим ее все вместе, Что-то, может быть, какие-то будут там неточности, если что, поправите. А такой вопрос. У вас есть такие вот предрассудки с точки зрения каких-то примет и всего прочего? Ну, особо, как-то никогда не обращал внимания ни на черных кошек, Ничего, нет у меня никаких по жизни случаев, Когда что-то так раз с полными или пустыми ведрами кто-то прошел, И что-то случилось. Но не было такого. Хотя у других было и достаточно много. Ну, это прекрасно, потому что тогда всем зрителям сообщаю, Мы собрались на откровенный разговор в преддверии юбилея Алексея Константиновича Хатиновского, Поэтому вы можете звонить и не стесняться поздравлять, Задавать любые вопросы. Хотя у нас есть еще один вопрос, но мы его чуть попозже зададим. Это вопрос на наш розыгрыш. А сейчас давайте посмотрим визиточку. Алексей Константинович Хатиновский родился 2 января 1958 года в Баку. Знак зодиака – Козерог. Мать – актриса, отец – театральный режиссер. Семья много ездила по городам России, Жили в городе Балашов Саратовской области, Вьошкар-Ала в Могилеве. С 1972 года живет в Брянске. Здесь закончил школу номер один. В 1976 году Алексей Хатиновский поступает в Брянский педагогический институт на факультет истории и английского языка. На втором курсе женится. Стоял у истоков дискотечного движения в Брянске. По окончании университета в течение двух лет преподавал в школе. В 1983 году призывается на воинскую службу, которая проходит сначала в Красноярске, а затем на строительстве Байкала-Амурской магистрали. По окончании службы Алексей Константинович становится корреспондентом областной газеты «Автомобилист». Член Союза журналистов с 1987 года. В 1991 году участвует в создании первого в городе коммерческого телевидения. 60-й канал. Спустя год становится его директором. С 2000 года Алексей Хатиновский работает ведущим на различных радиостанциях города. В прямом эфире берет интервью у звезд кино, театра и музыкальной сцены. В 2008 году начинает выпускать авторскую программу «Пятница» на своем ТВ. С 2010 года работает ведущим на РЕН-ТВ. Еженедельно ведет передачи «Звездная персона» и «Наше дело». С декабря 2014 года работает в телерадиокомпании «Брянская губерния». Является автором и ведущим программ «Смотрите, кто пришел» и «Все, что было». У Алексея Константиновича Хатиновского есть взрослая дочь Инга и внучка Маша. Главное увлечение – путешествия, книги, кино и музыка. Слушай, такая богатая биография, ничего себе. Это нам, пожалуй, и часу не хватит. Ну, мы продлим, если что. Как прокомментировать? Ну, вот я и прокомментировал уже. Действительно, объездил, много побывал, особенно в детстве. Действительно, богатая биография. Выходит, я счастливый человек. Я стоял у истоков коммерческого телевидения. Первое у нас, 60-й канал. А до этого у истоков наших дискотечных… Дискотечное движение, да. До сих пор некоторые встречают, удивительно, когда говорят, «А мы тебя знаем». Я думаю, ну, сейчас, наверное, скажут, там, на экране видели, там, и так далее, там, интервью брал, да. Ты же помнишь «Дискоклуб Оракул». «Дискоклуб Оракул» назывался. Это сейчас вы это спрашиваете? Да, даже сейчас, говорит, «Дискоклуб Оракул». Да, я вел, вел, да, ведущий был. И окучили мы тогда весь город. Ну, а в годах огромнейший, просто при огромнейшей известности, давайте мы не будем забегать, вперед мы поговорим. Давайте сейчас заинтригуем наших телезрителей еще больше. Вопрос. Вопрос. Хорошо, да. Ну, традиция есть у нас, и традиция, гость приходит не с пустыми руками, я тоже не с пустыми руками пришел, заранее, так сказать, договорился с нашим, нашим, нашей Брянской губернией, другом Марио Бустило, и он приезжает по традиции, установившись, он приезжает нам в город. Каждый год 31 декабря он дает уникальный концерт в концертном зале «Дружба», играет рождественские песни. В общем, человек, который очень творческий, очень талантливый. Слава Богу, что он у нас есть, что его имя связано с Брянском, и он мне загодя пообещал и дал мне приглашение. Вот, пожалуйста, покажи приглашение на двух лиц. Дело в том, что это действительно очень ценная вещь, потому что билеты на этот концерт Марио Бустило, они продаются уже полгода, и вот только благодаря тому, что в августе я с ним договорился, он мне дал вот такой билет на двух человек. Сейчас уже не достать. Сейчас нет, конечно, нет, уже все продано, там даже стоячие места проданы. А это здорово, знаете, в 6 часов вечера не нарезать салат оливье и не смотреть тупо 185-й раз «Иронию судьбы», а сходить, послушать. Настроение создается самое праздничное. Сейчас на улице не такая уж погода роскошная новогодняя, да, поэтому самое то, с 6 в 8 вы уже будете дома, и настроение прекрасное. Так что включайтесь в ответ на вопрос. Так, давайте вопрос. Вопрос очень простой, очень новогодний. Какой бы вы хотели получить подарок от Деда Мороза? Не обязательно это материальный подарок. Может быть, это что-то эфемерное, может быть, это что-то какое-то там, ну, кто там, любовь кто-то скажет, там, или что угодно. Какой бы подарок хотели получить от Деда Мороза? Верите вы в него? Не верите. Но какой-то наверняка хотели бы. Вот, пожалуйста, звоните нам. Ну, в общем-то, телефоны 309-100-308-900. Какой подарок хотели бы получить от Деда Мороза? Самый лучший, может быть, оригинальный, смешной? В общем, какой вам ответ понравится, тот и получает заветные два билетика 31 числа, сходит и насладится замечательным праздником. Ну, и еще вопросы, которые вы сами можете задавать. Да, и не стесняясь, поздравляйте с праздником, потому что я хотела сегодня открыть ко всему. Да. Давайте продолжим нашу беседу и вернемся к истокам, к истокам, к истокам детства. Я вот хотел бы сейчас, чтобы на нашем экране появились фотографии. Ну, а я прокомментирую. Да, мы прокомментируем. Вот они. Так. Вот они, пожалуйста. Это... Вот я крайне... на экране, да, вот я изображаю тут Деда Мороза. А вокруг зайчики. Это... Я уже уехал из Баку. Вместе с родителями, естественно. Так, давайте поясним крайний. Это с левой стороны. Ну, вот где я в этом, в медвежьей этой шубейке. Это исторические кадры, потому что скандальная была история, достаточно, но очень веселая. И вот эти все детишки, зайчики приходят в детский садик в Балашове, Дед Мороз, как обычно, да, и говорят. Детишки, расскажите нам стишок, вам подарочки каждому, да. И вот зайчики один за другим там читают. Дедушка Мороз, борода из вата, там один, да. А другой читает, там, а в лесу под елкой сидели злые волки. Ну, а сейчас нам Лешенька прочитает стишок. Лешенька становится, вот так вот, это я тут как раз зафиксировал, когда я читал стихи. И читает. Тело вскрыли и промыли, кровь из тела утекла, белой крови в тело влили, чтобы видимость была. Потому что я каждый божий день, я слушал от своих родителей на магнитофоне песни о Куджаве. И вот это одна из его песен. И после этого в детском саде вас начали называть Алексеем Константиновичем. После этого Константина Дмитриевича пригласили, и матушку мою. А это уже совсем другая фотография, другая. Вот так, а здесь я, это, это наш институт. Это институтский год. А вот смотрите, все по стилю, клеши. Клеши, конечно, да, и даже джинсы клешоны. Я вот сижу, там, ну, волосатый такой, какой он там, второй, выходит слева. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Давайте вместе посмотрим рекламу сейчас и продолжим комментировать дальше. Потому что вот эта фотография интересная, требует отдельного. Реклама, друзья, все. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло, ныло, ныло. Не, я хотел как раз рассказать, я помню, когда я его первый раз увидел, когда... 60-й канал, 60-й канал, это было вот на исходе этой перестройки, начало всякой этой фигни. И вот Леша там вел какую-то передачу про кино. Вот он с этими ВХС-ными хассетами сидел, и он вот рассказывал про этот фильм. Я был некоторое время уверен, что он на самом деле фильмы перевозит этот в носовый голос. Я не слышал, что, Саша, это было. Слава, я пишусь, я думал, что он говорит. По-моему, кажется, нет. Было, конечно, некоторое разочарование в человеке, как в ведущем. Но потом как-то все рассосалось. Теперь я думаю, смотри, ему 60-й исполняется, 60-й канал, цифры сошлись. Леша, поздравляю тебя с наступающим юбилеем. Просто скажу спасибо. Спасибо, что, старик, за дружбу. За твою оцепчивость. За твою искренность. За твою иронию. За саркастичность. Да, за твою бесценную дружелюбность. За тебя, Леша. Алексей Константинович – это искрометный юмор, самоирония, интеллигентность в меру, эрудиция. Но иногда он может быть трогательным, по-мальчишески наивным. Это я знаю, поскольку мы добрые приятели. Алексей Константинович – это сочувствие, соучастие, сопереживание, содействие. Это я знаю, поскольку мы друзья. А еще Алексей Константинович – это кино, музыка, литература. Разное кино, хорошая музыка, прекрасная литература. И вот это вот все, притом щедро сдобренное талантом и артистизмом, почти каждый вечер приходит к нам в дом из ящика. И я нас всех с этим поздравляю. И благодарю судьбу, которая однажды занесла его с пересадками из солнечного Баку в наш славный городок. Я помню, как Алексей Константинович появился в моей жизни и остался в ней навсегда. Ну, ребята, ну это... Это наш такой первый сюрприз. Это сюрпризище, да. Валера Махов из Гамбурга. Как вы до него тут добрались? Ну, спасибо нашей большой команде, которая нашла на него выход. Игорь, Игорь, Стефан, ну прелесть, Лис, ну в общем, да. Ну вот некоторых друзей мы так собрали с разными мнениями, но тем не менее. Очень приятно. Друзья, я напоминаю, что мы продолжаем разговор, откровенный разговор с Алексеем Хатиновским, продолжаем вспоминать все, что было. Ну и вопрос. Сейчас вот мы напоминаем, что телефоны 309-100, 308-900. Для чего они нужны? На экране. Да, они могут наэкранивать. Отвечайте на вопрос, какой подарок вы хотели бы получить от Деда Мороза и получаете замечательный подарок от Алексея Хатиновского. Это давайте еще раз прорекламируем. Это два билета пригласительных на концерт Марио Бустила, хора Марио Бустила в новогодний, предновогодний день. 6 часов вечера, начало, все нормально, не опоздайте на Оливье. Ну, также мы напоминаем, что мы встречаемся в преддверии вашего юбилея, в преддверии большого праздника, поэтому вообще можете звонить и спрашивать все, что хотите, поздравлять, все, что вас волнует, интересует. Мы сейчас хотели бы вернуться к фотографиям, потому что вот мы остановились на фотографии вашей юности, это институт, ну, на экране мы хотели бы ее увидеть, эту фотографию... А, вот это тоже институт. А, это да, это институтский. Да, это вот только-только я женился, вот это я с женой, год 78-й, это 1 мая, 1 маяская демонстрация, около, недалеко от, на улице Фокина, недалеко от Нептуна. Вот такие у меня были волосы. И вы на стиле, на стиле. Я подходил, у меня была щетка, потому что ни одна расческа эту гриву не брала. Я подходил в институте, зеркало стало здоровое, и я причесывался, там девки наши, девчонки наши. Завидовали. Они говорят, боже, какие волосы, куда что, куда что девалось, черт побери. Алексей Константинович, вас сглазили девчонки. Наверное, да. И это, и это, это же вообще, да, Янгел, черт побери. Да, это вот, и в то время как раз дискотеки начались в Брянске, и мы вдвоем с моим прекрасным другом, моим Сашей Зубаревым, мы образовали такой дискоклуб Арракул, назвали его. И начали бомбить. Бомбить начали. Вообще, это было лихое время. Я помню, мы окучили практически весь город. Вот Ласковый май, да, мы раздваивались, расстраивались, там ездили, кто-то в Белые берега, кто-то в ДК железнодорожников, парк Толстого, я там тоже вел, и на Кургане Бессмертие, и Первый Брянск, естественно. Говорите, я покачиваю. Как, да, обязательно. Обязательно Первый Брянск, я не могу не помянуть, это ДК Кравцова, ДК Гагарина, два Дома культуры, и парк Юность, вот это все, вот это все, мы окучивали, что называется. А времена были лихие, ну, музыка была, естественно, там, Бонием, как раз это все начиналось, все итальянцы и так далее. Ну, драки. Конечно. Обязательно, в обязательном порядке, да, драки, там, поднимали прямо ряд стульев и бросали в толпу. Сразу вопрос, как к большому меломану. А там уже кадр, следующий пока можно убрать, наверное. Да, следующий пока не надо, мы еще поговорим. Вопрос, как к меломану. На дискотеках, вот, пытались все-таки привить какую-то культуру классной, западной. Так, об этом можно очень долго разговаривать, я даже этому программу посвятил на губернии. Скажите, по словам, да? Да, сейчас этого вообще нету, да? Сейчас диджей, как таковой, он что делает? Он микширует музыку, и все. Тогда, сейчас трудно себе представить, но за железным занавесом, друзья мои, мы обязаны были, во-первых, мы закончили все полугодовые курсы ведущих дискотек, получили корочки, только с этими корочками мы могли и вести. То есть все было, нельзя было пакетить с дворами? Мы проходили театральное мастерство, актерское мастерство, танцы, жманцы и все прочее. Все это изучалось, после этого мы обязательно между песнями должны были говорить. Кто что? Я любил давать стихотворные переводы песен. Сейчас бы ослушали песню, а потом стихотворный перевод, не имеющий ничего общего с песней, ну, мне просто стишок понравился. Я вот его рассказывал. Вот. А все это было весело очень, было так ненапружено, но все это, действительно, драки какие-то были такие нормальные. Помню, начинали мы, первая дискотека была в доме офицеров, в дофике. Так. Вот. Ну, пришли ребята, бандиты, и говорят... Явно потанцевать пришли. Потанцевать, да. Один с портфелем, не характерная деталь, да, портфель. И он подходит ко мне и говорит, слушай, мы тут бомбанули вагон с водкой. Кстати, вот она. Кстати, вот у нас в портфеле вот 10 бутылок. Ты не возражаешь, мы у тебя ее пока в коморке припрячем. Ну и припрятали. Мы, естественно, не возражали. Мы не возражали, естественно, припрятали и со всеми последующими перипетиями. Подружились мы с этими ребятами, все нормально. Ну, времена были лихие, что называется. Это как раз-таки добрая история. Это добрая история, да. Это точно. Давайте фотографию. Вот, следующую. Вот, мы закончили институт. Мы строим бомбан. Строим путь железный. И мы строим бомбан. Да. Это я был в армии старше практически всех офицеров. То есть я закончил институт. Я два года с половиной преподавал историю английский. У меня вот такие два предмета были. А потом приходит повестка и меня забирают. Со всем багажом знаний мы летим. Красноярск. Да. Это четыре часа лета от Москвы. А в Красноярске я был начальником аптеки. Что немаловажно. Никакого фармацевтического образования не имея. Меня вызвал главный заведующий санчастью и говорит, у тебя сынок, хотя он моложе на три года у меня был, сынок, у тебя будет сто литров спирта в твоем распоряжении. У меня к тебе только одна просьба. Не разбавляй его, когда выпьешь. Чтобы когда взяли мы, он был нормальный. Да, чтобы было нормальный. Я фактически в этой части я был чуть ли не главным. Вы понимаете, как вам везло? Да. Это точно. Институт дискотеки. Да. Второй курс. Жена. Армия. заваптеки. 100 литров спирта. 100 литров спирта. Начальник штаба заходил и говорил мне, я не вставал при его, я вот так вот сидел на стуле в аптеке у себя, он заходил, начальник штаба заходил и говорил, Константинович, грамм 50, я не могу, я вчера тут опять что ли, Василий Константинович, опять, вот на таком уровне. Все это. И потом ба-бам, как обычно, раз и на бам. Ба-бам и на бам. Сколько у вас так заваптеки было? Полгода? Полгода, да. Потом на бам. На баме я... Вы, конечно, обрадовались, когда узнали, что проедете на бам. Конечно, конечно. По своей воле я бы туда не попал. Бам, это вообще, друзья мои, это 8 часов лету от до Хабаровска сначала, да, а мы ехали не на самолете летели, а на поезде. И мы 8 суток по 15 человек в каждом пласткарте вот нас тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, да, и вот так вот на полу как бы как. Какие от бамов впечатления? Вот приехали вы туда. Жуткий край. Впечатления, да. Я там, ну, спросили, что можешь там, да, я же на клавишно закончил музыкальную школу. Ну, ансамбль создал во мгновение ока. Так, за 2-3 дня сколотил, все, нашел, кого, чего. Играли, гастролировали, приезжали в такую глухую тундру, что там, там радиоточка одна была, и все, там ни телевизии не было, ничего. Пели песни, пели песни, я писал стихи, переводил ACDC на русский язык. В общем, на баме вы все равно нашли музыку. Да, конечно. Все равно было весело. Самые светлые воспоминания. Особенно я жил во взводе охраны, прапорщик Гердиевский, поляк, который там жил, да, он обладал потрясающей способностью выпивать три флакона одеколона Саши в течение практически трех минут. Вот ему на 23 февраля дарили, я к нему заходил через пять минут, он уже лежал стекленно, свинцово отяжелев, уже лежал головой на столе. Очень веселый был дядя. Давайте сейчас поговорим о ваших родителях все-таки, потому что о родителях можно сказать очень много, потому что вы за эфиром мне рассказывали, это действительно очень интересно. А вот фотографию вашей мамы мы сейчас увидим. Ну, что тут говорить, да, без комментариев, что называется. Она действительно потрясающе красивая женщина, она море обаяния, и я стараюсь всегда быть объективным, всегда старался к ее творчеству подходить объективно, у нее совершенно не наш, не брянский уровень, у нее столичный уровень. Это нужно отдать должное, ее призвали, и приглашали, и в кино звали сниматься, ну, нет, у нее совершенно киношная внешность, это же видно. Вот. Ну, я воспитывался ею, они, родители расстались, когда мне было шесть лет всего, я воспитывался ею, она, у нее зверский, конечно, очень жесткий характер был, она старалась воплотить себе и мужские, чтобы, как будто бы, я ощущал мужскую руку, да, вот она... Но это на самом деле очень важно, когда... Да. Но, в общем, то, что артистичное есть, это я приобрел от нее, конечно. Да, увы, увы, вот уже 11 лет назад она ушла. Да. Отец. Отец, да, отец, это совсем свежая фотография, это я его снимал, сам фотографировал. Вот. Отец, вот если матушка, да, молодец, ему 80 годков. Тоже творческий человек, очень-очень. Он пишет третий том, он уже ушел с работы, да, он уже, естественно, не работает в театре, поездил по городам и весям, и он тоже помотался. Пишет третий том автобиографии в южном направлении, на южном направлении называется, про свое детство, в общем, все там. Интереснейшая личность, я просто могу с полной уверенностью и объективностью сказать, что это один из самых умных людей, которых я встречал. То есть он мне сейчас может позвонить и сказать, что, а слушай, я сейчас читаю третий том Пруста, это он 80 лет, да, 80 лет читает, перечитывает Пруста, да, тут словечко попало с незнакомой, я говорю, ты у меня спрашиваешь, ты у меня спрашиваешь словечко, или что-то там запамятовое, он смотрит все, все фильмы, все спектакли, он ходит в библиотеку, если ему нужно что-то, в интернете он не может найти, он, это потрясающая личность, это что-то из ряда вон выходящее. Ну, если говорить о воспитании, понятно, мама воспитывала, ну, полностью, полностью, да, но, тем не менее, я помню. Отец, дело какие-то, еще как, в течение жизни, какие-то направления вам? Ну, во-первых, начнем с того, что тоже уникальное, да, я же не просто так в детском саду взял и спел Булата Акуджава, потому что это звучала музыка, звучала Галич, Акуджава, Высоцкий, звучало все время. Это все было у вас дома? Да. И я, вот когда они расстались, вот только тогда я стал, матушка у меня стала читать стихи Маршака, Огни Барто, до этого отец, я учил наизусть, заучивал, я выдавал Пастернака, Цветаеву, Ахматову, да, вот это вот, я все выдавал наизусть. Это сколько вам это было? Это мне было 5 лет. Я в 5 лет, он меня заставлял, я в 5 лет смотрел окно и описывал все на английском языке. Он сын грузинского внебрачного, сына внебрачного грузинского священника, у него отец грузин, мать у него польская княжна, Енина Францевна. Вот такая адская смесь. Матушка у меня чисто русская, попова, и дед мой, друг Есенина, о чем я говорил. Они вместе активно выпивали в боку. Мы сейчас плавненько переходим к образованию. Про ваше образование мы уже знаем, давайте сейчас посмотрим одно видео. Я думаю, оно вам будет очень интересно. После чего возникнет несколько вопросов, опять-таки, педагогического характера. говорят, есть звоночек. Что мы, видео смотрим или звоночек? Давайте звоночек. Давайте звоночек. Алло. Здравствуйте, как вас зовут, представьтесь. Василий. Василий, вам слово. Алексей, это Василий Гомович, пригодался. Ну, выключит и телевизор, Вась. Подальше, да. Ну, как же, я посмотрю. Леша, уже минут пятак. Дозвониться не могу. У тебя такого протокального. Дорогой, на один раз. Да не знаю, поздравить тебя. Я посмотрел, ты поналит, все остальные. Ну, хочу тебе признаться, не участие ребят достал. А сам не мог записать и поздравления видео. Потому что, ну, такой, ты знаешь, я снять с ним... Да ты меня, ты меня лично поздравишь, я думаю. Ну, да, я еще буду здесь. Так что, мне, Алексей, очень приятно видеть тебя в твоей же сделанной тобой программе. Вот, и, слушая тебя, опять вспоминаю все то, что ты мне рассказывал, когда мы познакомились. Это было лет 26 назад. Да. Все те же истории, никто не приврал, все так же. И обтеку, и обтекарство твоего, и, правда, ты говорил, не разбавляй парадон. Да, да. Так что вспоминать, интересно. Алексей, я тебе желаю почаще. Тебе, милые грани, мы тебя, я думаю, прям потерять могу я. Если перестанут тебя показывать. Ну, остальное, это все... Спасибо, спасибо, дорогой. Спасибо вам большое, Василий. Василий Гомонов. Василий Гомонов, да? Да, мы... Пару слов о нем. Нас связывает долгая дружба. С первых дней 60-го канала, когда он существовал, с 91-го года, 13-го ноября, если не ошибаюсь, Вася, может, меня поправит, первая программа вышла в эфир в 91-м году. Вот мы с первого дня, мы и вместе с ним, и все время существования, пока он существовал, первый период своего, пока это было страшно жуткое пиратское телевидение, где можно было показывать все, что угодно, вот мы фактически работали. Нас было пять человек, вся телекомпания. Так, ну давайте я еще раз напомню наши телефончики. Звоните, могут же не только знакомые звонить. Если у вас есть незнакомый человек, у вас есть вопросы, ну или хотя бы вы хотите выиграть билет, звоните нам 309-100-308-900. Звоночек есть? Давайте послушаем. Выключите звук на телеприемнике, а то будет дублироваться. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, уважаемая студия. Здравствуйте, Алексей Константинович. Представьтесь. Здравствуйте, ведущий. Я говорю. Да, вы скажите, как вас зовут? Меня зовут Лидия и Александр. Мы вдвоем. А меня Андрей Мамошин зовут. Мы с Александром рады тому факту, что вы много десятилетий являетесь другом нашей семьи и добрым-добрым ангелом-хранителем нашей семьи. Вы столько хорошего и доброго сделали для нас. Мы вам бесконечно благодарны. Лидия и Алексей поздравляют вас с вашими юбилеем. Мы желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью вашей очаровательной внучки, вашей очаровательной дочки, чтобы по-прежнему оставался круг интересных и преданных друзей у вас. И мы желаем, чтобы жизнь ваша была наполнена работой, потому что еще очень много творческого потенциала у вас. Всего доброго вам, Алексей Константинович. Лидия Петровна. Лидия, а вот спасибо большое за поздравление Алексея Константиновича Хатиновского. Вы вот ответьте нам на вопросе, какой подарок вы хотели бы получить от Деда Мороза. Мы хотели бы получить самого Алексея Константиновича, но он к нам заходит. Мы много десятилетий вместе дружим. Он к нам заходит. Вот это будет нам лучший подарок. То есть вы хотите, чтобы он к вам в новогоднюю ночь пришел? Нет, не в новогоднюю ночь, а он придет днем. Днем придет. В день своего рождения он придет и поздравит нас. Мой муж, друг, его с 30 с лишним лет, и он сейчас лежачий инвалид, и Леша его не бросает, не оставляет. Он его приходит, навещает, записывает ему книги электронные, дает ему литературу, подарки, фильмы новые. Он полностью друга поддерживает в такой тяжелой ситуации, когда он лежачий и коварит по серебряной. Спасибо, Лида, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Ну, в общем, дозванивайтесь нам. Телефон, еще раз напоминаю, 309 100 308 900. Давайте сейчас уйдем на рекламу, и сюрпризы оставим на следующий блог. Друзья, напоминаю, что в преддверии своего юбилея, в преддверии Нового года у нас сегодня в гостях Алексей Константинович Хатиновский, который больше любит сидеть на моем месте, но сегодня у нас в гостях. Давайте сразу мы посмотрим видео, которое, я надеюсь, будет большим сюрпризом для вас. И вопросики тогда сразу давайте видео. Алексей Константиновский для меня это прежде всего мой папа. И сегодня, в мой день рождения, я хочу поздравить его с предстоящим юбилеем и вспомнить следующий случай из моего детства. Как-то было мне лет 8-9, я возвращалась из школы и получила несколько негативных отметок в один день. Иду и плачу. А навстречу веселый папа. Он говорит, дочь, что ты расстроенная, что ты плачешь? Я говорю, папа, я получила три двойки. На что он мне сказал, молодец, дочь. И пошел дальше. Что я хочу сказать, что в общем, в этом весь мой папа. Для него всегда было самым главным, какую музыку я слушаю, какие фильмы я смотрю, какие книги я читаю. А в остальном, это демократичный человек. Для меня это самый родной и близкий человек. И я тебя люблю, папа. Солнце мое. Что скажете? Ну, правильно, правильно. Всегда и с внучкой продолжаю ту же самую политику. Неоднократно рассказывал, уже в эфире рассказывал, когда она сказала классическую фразу, в 6 лет ей было. Дед, если я не послушала сегодня Квинн, то считай, не пообедала. Ну, я как-то считаю, что это, в общем, очень немаловажно. То есть оценка в школе не главная? Главное, это вот вкусы. Ну, конечно, ну, конечно, конечно, естественно. Вы это прививаете, привили ваши... Ну, оценки приятны. Ну, оценки, понятно. Когда то, что внучка практически у меня отличница, это приятно. Ну что, давайте пойдем вперед. Впереди у нас такая тема, как ваше общение со звездами различного уровня, начиная от наших брянских, заканчивая такими великими просто артистами. Построим мы таким же образом. У нас подготовлены фотографии. Ну и пару слов я могу в плане комментариев, да? Да, давайте пару фотографий, а потом звоночек примем. Хорошо. Так, ну это вот не звезда, это я в Иордании. Нет, давайте вот фотографию, которая в Иордании, мы попозже посмотрим, а вот нас интересуют сейчас вот другие фотографии. В Иордании, это Петро, знаменитое место, где мы собирались на семинар. Это путешествие. Мы, в общем, решили не со звездами, а с путешествием. Это, по-моему, в Испании было. Я, насидевшись за железным занавесом, который у нас только с перестройкой, в общем-то, его убрали, я дорвался, что называется, и не могу не поездить по разным странам и весьма континент. Ну, а вот это уже ближе к семи звезд, это уже моя подружка Катюшка, которую весь мир знает как, не весь мир, а вся страна наша знает как бабу Катю. Она, кстати, приходила к вам, да? Добрый, хороший дружочек мой. Да, она была в программе «Все, что было». Это мы с ней на недавнем праздновании юбилея Толстого. Тут вот знакомые все лица. Тут Шевчук, и Саша Стокласка, и наши радищики, и Оксана Костюченко. Что там делал Шевчук? Шевчук на радио. Он пришел в передачу, да? Он пришел, я часто с ним разговаривал. Очень позитивный. То есть я с ним не раз беседовал. И это всегда... Я очень люблю людей, от которых сходит вот такой посыл. После этого, как говорил Маяковский, стоило жить и работать стоило. Это вот именно из того разряда. Ну вот, это наш всенародно любимый АТОС, Венимин Борисович Смехов. Это мы с ним целый день провели, ездили. Я его повез сам к Тютчеву, в Увсук. Он совершенно... Он очень любит вот такие места посещать. Он не просто приезжает на творческий вечер свой, а он именно любит поездить, посмотреть. А вот это с Владимиром Соловьевым, да. Ну вот, тут был еще один кадр. Это похоже на драмтеатр? Нет, это где-то в администрации, по-моему, или что-то так, не помню точно где. Здесь Ильин. Ну, интеллигентный очень актер, неплохой. Это мы на своем ТВ, программа «Пятница» была. Это Кен Хенсли, Юра Ахип. С ними я встречался дважды. Один раз на радио, один раз на телевидении. И на самом деле многие были... Ахлобыстин. Многие были удивлены, когда Юра Ахип приехал. Да, конечно, естественно. Ваня Ахлобыстин, да. Ну, на мой взгляд, человек-стеб. Вот я бы его так назвал через черточку. Многие к нему негативно настроены. Многие его очень любят. Я его называю человек-стеб. Он вот всю свою жизнь он построил на этом, на стебе. Это его нормальный принцип жизни. Его хождение в священники, это тоже стеб. Ну, каждый стебается по-своему. Ну, у него и роли такие. Вот, увы, уже ушедший, Аркадий Михайлович, Арканов и Ливон Аганезов. Это мы на радио с ними. Да. Вот это мечта моей была жизни с Михаилом Михайловичем Жванецким. Кстати, вот отвечая... Смотри, кто пришел, это было. Да, да. Отвечая на вопрос, о ком... Знаменитый вопрос. О ком из ныне живущих... Ты бы мог сказать, я горжусь, что живу с ним в одно время. Я называл... Я называю три имени. Один из них. Это Жванецкий, это Пол Маккартни и это Борис Борисович Гребенщиков. Это вот у меня... Ну, так, для разнообразия Настя Каменских. Просто красивая девушка. Чего бы с ней не сфотографироваться, на радио тоже было. Царство Небесное, Король Ишут, Горшок. Нашествие мы устраивали на стадионе тогда. Они были, Танцы Минус и Ляпи Струбецкой. Не Тверезый, сразу видно, Горшок. Это его обычное состояние. Обычное состояние такое было. С Николаем Дроздовым. Забавный был случай. Я спросил его, во что обошлось нашему городу. Это еще при бывшем нашем губернаторе. Тогда ни с того ни с сего на нашему городу подарили медаль за лучшую экологию. И я вот к Николаю Николаевичу подошел и говорю, ну, какая тут может быть экология? У нас вырубаются леса там. Что же это значит, что творилось в городе тогда? Это же вообще любой олигарх мог по щелчку пальца вырубить сквер. Я к нему подошел и говорю, ну, что же это такое? Сколько вообще это стоит такая медаль? Вот интересно мне стало знать. Я говорю, не про вас говорю, естественно. Вы-то вообще святой человек. Вы знаете, вот, чтобы понять, сколько людей известных побывало у вас в студии, это невозможно, наверное, просто всех по пальцам перечислить. Давайте посмотрим... А, давайте примем звоночек, а потом посмотрим небольшую нарезочку видео. Мы специально подготовили, что касается звезд. А телефонный звонок, алло? Не... Очень... У нас есть еще звонок? Давайте тогда видео нарезка со звездами. По крайней мере, смотрите, кто пришел. Как минимум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя программа «Смотрите, кто пришел» — это, я бы сказал так, большой подарок для любителей музыки. Уважаемые друзья, сегодня в нашей программе «Смотрите, кто пришел» многолюдно. Итак, друзья мои, сегодня у меня в гостях Александр Арева и Андрей Борисович Рожков. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Смотрите, кто пришел» — так и тянет сказать. Скандально известная группа. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я с особым удовольствием представляю гостей в студии на программе «Смотрите, кто пришел». Тем более, что прибыли они к нам издалека, из самой Сербии. Итак, в гостях у программы «Смотрите, кто пришел» — инструменталист, композитор, у меня в гостях Марио Игнатио Бустило Мартинес. Думаю, моего сегодняшнего гостя представлять долго не нужно. Народный артист России Владимир Винокур. Сегодня мы беседуем с Юрием Шевчуком. Эти все сказано. Добрый день, дорогие друзья, к этому show that never ends. Друзья и джентльмены, давайте я представлюсь одной из самых известных поп-данс-грубов вокруг мира в 90-х, Лондон-Бит. Привет! Привет, Алекс! Ну что? Лихо. Welcome. Так, это у нас был Лондон-Бит. Кстати, вот как их удалось затащить в студию? Они такие открытые ребята? Ну, я всегда благодарю, прежде всего, устроителей. Это «Живая вода». Это Виталик Судаков и Саша Суходольский. Благодаря им они как-то... Через него хорошие... У нас с ними прекрасные отношения, стародавние, еще с дискотечных времен это тянется. Так что всегда, когда есть возможность... Это ваши друзья. Да. Вот сразу, так сказать... Давайте звонок. Давайте звонок. Нам сообщают ей звонок. Давайте лучше поговорим. Алло. Да, алло. Здравствуйте, как зовут вас, скажите. Добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Алексей Константинович. Вас беспокоит Черного Алла. Ну, вы, может быть, меня не помните, Алексей Константинович. Я к вам обращаюсь. Мы с вами заканчивали курсы без затеев. О! В свое время. Может быть, помните, может быть, нет. Это надо вот так вот показывать. Да. Я хотела бы, конечно, в преддверии Нового года поздравить вас и с ювелеем, конечно, и пожелать в Новом году, ну, как любому творческому человеку, приятно, чтобы всегда вам сопутствовала удача и успех был у вас очень хороший, потому что прекрасные передачи, которые вы ведете, ну, это просто шедевр. И еще хотела бы поблагодарить вот за эту передачу, которую вы ведете. Смотрите, кто пришел, за предоставленную возможность, ну, у меня дочь актриса, театр юного зрителя, молодая еще актриса, она, вы ее пригласили любезно на передачу. Она свои авторские песни исполняла, ее имя Линда Водрякова. Помню прекрасно. Я очень вам благодарна за то, что вы, так сказать, предоставили ей такую возможность выступить. Хочу, хочу еще раз позвать как-нибудь. Как? Как-нибудь хочу еще разу позвать. Хорошо. Спасибо большое за звонок. Присоединяюсь, да, я обязательно ей передам. Спасибо вам большое. Алла, вы не теряйтесь, вы скажите нам хоть, ответьте на вопрос, вы какой подарок хотите на Новый год? Ой, ну, я даже не знаю. От Деда Мороза. Удачи хотелось бы вообще в Новом году. Побольше, побольше удачи. Спасибо. Спасибо за звоночек. Спасибо, Алла. Давайте сразу, очень хочется посмотреть видеозапись, которая должна стать для вас третьим сюрпризом. Так, хорошо. Давайте взглянем. Наверное, долгое время мы вообще с ним были как бы так, антагонисты, да, вот так. И работали на параллельных курсах, да, в чем-то схоже. Иногда пересекались и на телевидении, и на радио. Причем пересекались странным образом. А были даже моменты, когда мы одну и ту же передачу вели в разное время. И на телевидении, и на радио, да. То есть я приходил, он меня заменял, потом я как-то его заменял, если так можно выразиться. Вот была такая история. Я рад, что как бы вот уже в этот момент жизни, да, такой зрелый, мы... Я могу сказать, что впервые стали друзьями настоящими, да, вот именно вот буквально последние пару лет. И более того, у нас даже есть проект, совместный теперь, да, вот я думаю, это начало следующего года, выдам вам тайну. Это не телевидение, и не радио, и за пределами региона 32. И дай бог, что все сбудется у нас с ним, и мы вместе поработаем. Я очень этого хотел в таком случае. И вообще мало кто знает его, и может быть не все знают Лешу, как... Я бы назвал его даже просветителем. В соцсетях, да, вот в этих соцсетях, которые мы называем помойкой, там еще чем-то, да, каким-то отбросом информации, он занимается просвещением самым настоящим. И если читать его в соцсети внимательно, можно просто получить такое вот домашнее, приличное образование. Ну, кто еще посоветует в новогодние дни посмотреть фильм, как Алешка Чеснок и Витька Штырь ехали в дом инвалидов? На самом деле, посмотрите, это совершенно замечательное кино. Это все у Леши я почерпнул. Ну вот, хотелось еще много поговорить о друзьях, но, по-моему, эти видеозаписи, они сами за себя говорят. Саша, спасибо огромное. Я тоже присоединился. Особенно о том, что вот Фейсбук упомянул, я действительно очень люблю эту соцсеть. Прежде всего, я люблю не только там писать, но и читать. Там очень много можно чего интересного почерпнуть. Ну, а то, что касается читать, вы очень часто любите задавать вопрос своим гостям по поводу, какую книгу вы бы взяли с собой на тот же самый «Необитаемый мозг», например, да? Да. Вот вы бы какую взяли. У вас есть такая вот одна книжка, которая вот с вами всегда? Да, многие говорят «Библия», то, что я бы взял вот в одном томе, туда можно все уложить, всего моего любимого Сергея Довлатова, которого я могу открыть на любой странице, читать, которого я половину знаю наизусть, но это то, что мне поможет на «Необитаемом острове» поднять всегда настроение, потому что это гениально. Мне очень понравилось, я приехал в Нью-Йорк к своим родственникам и разговариваю с дядькой, а что говорит «Довлатова у тебя нет?» Да ну, господи, я с ним работал всю жизнь, я еще буду его книжкой. Вот такая забавная, что называется. У нас очень мало остается времени до конца нашей передачи, на самом деле хотелось бы, чтобы она была, наверное, двухчасовой, и вы взяли два чайника чая. Давайте подведем небольшой итог. Ну, у нас первый наш звоночек от Василия, он... Ну, это поздравление, поздравление, да. Вот у нас была Лидия Александра, Алла Чернула. Наверное, мы вот ей вместе с Линдой, они, я думаю, с удовольствием сходят. Линда творческий человек, и они с удовольствием сходят 31-го, и послушают прекрасное, я не сомневаюсь, уступление, я сам там планирую быть, и, в общем, это действительно поднимет, хорошо поднимет настроение. Ну, что нужно сделать? Нужно поздравить... Это мы сейчас, мы сейчас свяжемся. Да, мы с вами свяжемся. Друзья, спасибо большое, что были сегодня вместе с нами, вместе с нами вспоминали все, что было, и вас, Алексей Косович Котиновский, я хотел бы поздравить с наступающим Новым годом и наступающим днем рождения. Возвращайтесь в свое привычное место. Всего доброго, счастливо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова